Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, встречались с мужчиной полтора-полтора года. Не скажу, что все было прекрасно в отношениях, но я, честно говоря, запала на него. Да и он, как мне казалось, тоже. Однозначно нам место было комфортно и легко. Но как только я уезжал от него к себе домой, мы жили, кажется, да. У нас очень часто потом в процессе общения по телефону случались ссоры. Даже не помню из-за чего. В основном он показывал мне какое-то недовольство, блокировал меня, прекращал общаться на какое-то время. Потом, либо по моей инициативе, либо по его, мы опять мирили. Такое происходило периодически. Он, кстати, алкогольно-зависимый человек, но меня это не напрягало. И не остановило, я влюбился все равно. Тем более, что он значительно моложе. И вот мы опять поссорились месяц назад. Я, честно говоря, хожу с ума от всей этой ситуации. Не выдержал, а позвонил примерно неделю назад. У нас состоялся нормальный разговор с ним. Даже договорились о встрече. Но после этого он пропал опять. Я звонил уже несколько градусов ему и поняла, что он меня заблокировал. Просто без объяснений. Я могу долго еще писать, что-то у него случалось раньше, я запрощал, терпел. Сейчас как мне поступить? Оставить его в покое, забыть, ничего не выяснять, не звонить в других смеров. Я одержимый, меня очень это пугает. Ничего с тобой поделать не могу. Или мне пора уже лечиться в психиатре. Значит, смотрите, ну, во-первых, значит, то, что вы не помните, из-за чего ссорились, говорит о том, что вы очень невнимательны к себе, потому что с вами происходит. Вы очень невнимательны и привыкли как-то игнорировать. То есть вы очень быстро проскакиваете, проскакиваете то, что с вами происходит. То есть человек вам демонстрирует какое-то недовольство, да, и вы локируете на это очень быстро и моментально переключаетесь на что-то другое. В результате, как бы, ничего не меняется. В результате никакому решению, да, никакому, ну, никаким выводам вы не приходите по факту. То есть просто вот из ничего возникший конфликт. На самом деле конфликт связан с тем, что не у вас на него не выстроены личные границы. Он зависим от алкоголя, соответственно, вы созависимый партнер. Первое, что вам нужно сделать, это изучить тему созависимости и заняться ее, 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 как бы, решением. Вот. Да, сначала имеется в виду обратиться к психиатру, потом, соответственно, к психологу. То есть к психологу вам в любом случае нужно, вот, к психиатру, да, предупреждать. Ну, обратиться в то, что это. Вот. Дальше. Вы вносите какой-то вклад в конфликт. Какой? Следующий момент. Вас не остановилось, что он алкогольнозависимый. Почему? То есть, ну, почему? Вы говорите, что более он значительно моложе. То есть, как бы, тоже на моменте, что, что, ну, что для вас, вот эта вот разность в возрасте, то что он моложе имеет значение. Какой? Ну, и необходимо примитизация вашей одержимости. То есть, чем конкретно, вот, вы одержимы, чего вы хотите, то есть, вот, пройти немножко туда. Вы, вы на эти вещи сейчас внимания не обращаетесь. Нет, я бы рекомендовал, значит, сначала обратиться к психиатру, да, посмотреть, что как, потом обязательно к психологу. Может быть, параллельно. Вот. Ну, так я повторюсь, у вас созависимость. Вы пишете, да, как мне поступить, как поступить, чтобы что. Вы пишете, значит, оставить покой, забыть, ничего не выяснять. Вы, скорее всего, не сможете. То есть, ну, вот если мы вам сейчас скажем, да, типа, не пиши, не звони, ничего не выясняй. И, ну, понимаете, какая вероятность, что вы послушаете, ну, она же очень маленькая. Точнее, вообще нет вероятности. Времена, когда, ну, да, клиенты, слушали своих психологов, да, они, в общем-то, прошли, да. Начало прошлого века, вот. Поэтому, вам это не поможет. То есть, то, что вы не знаете, как поступить, это тоже вот результат такой вот ментальной оторванности от самой себя. От своей эмоциональной сферы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По-моему, ответ вот позволит вам начать над собой работу. То есть, желаю вам всего доброго, удачи, обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова